Ну что, давайте начнем. Кто меня не знает, меня зовут Маша Блесецкая, как я постараюсь не отсвечивать на своей собственной презентации. Я фронтенд-разработчик, пишу на ангуляре, как не многие здесь из вас, насколько я знаю, большинство из вас знают разработчики, но не пугайтесь. Я была тем не дон, потом у меня был пятимесячный ретрит, и теперь я снова разработчик. Если у вас есть вопросы по этому поводу, задавайте их потом мне, расскажу все от Эйча, и я один из организаторов Калининград.js. Добавляйте спикерам, не знаю, что еще сказать. Погнали! Сегодня с вами хочу обсудить текстовые редакторы. Было время, я работала в Skillbox. Кто не знает, Skillbox это компания, которая продает людям курсы. Соответственно, в админской части этой компании должно быть что-то, куда люди вводят свой контент. То есть какой-никакой текстовый редактор. Вот это пример текстового редактора, который есть, наверное, на всех сайтах. Где есть текстовые редакторы. По большей части это библиотеки Фраала, Тиме, МСП и Селико. И у всех книг есть ряд проблем. В первую очередь это кастомизация функционала. Если вы хотите кастомизировать что-то под свою дизайн-систему, если вы хотите внедрить свои какие-то новые компоненты в эти редакторы, это будет либо невозможно, либо очень сложно. По поводу безопасности, там вообще все очень плохо. Если вы не валидируете контент, то, как там оно называется, XSS, угроза вам гарантирована, то есть контент надо валидировать. Причем каждый из редакторов форматирует в итоге исходный HTML как хочет, поэтому вам нужно проверять каждый из них. Ну, я имею в виду библиотеки, они же разные. Каждая из этих библиотек, она очень старая, им уже много-много лет, у них большое такое сообщество и дофигища багов. И вот даже с учетом всех этих нюансов, что они большое сообщество, у них там активная разработка и все такое, вы будете долго ждать, что ваш религий шлиф попрится. Это прям проблема, потому что багов там реально много. И самый последний пункт, принцип визи-бип. What you see is what you get, что ты видишь, что ты получаешь, он не работает. То есть как минимум, потому что, если вы помните, то панель форматирования у всех этих редакторов, она находится сверху. Пользователю это не видно. Плюс есть проблема в сохранении стилей у клиента, у админа, вот это вот все. В общем, принцип не работает, потому что оно все абсолютно не так, как нам хочется. Поэтому у нас в Skillbox было привято решение перейти на новый тип редактора. Если кто-то работал с Notion, то мне пришли и сказали, сделай нам Notion. Это, конечно, было весело, но ладно, уже давайте сделаем Notion. Какие требования к редактору, к новому у нас возникли? То есть, в первую очередь, визвик принцип. За это прям топил наш дизайнер. Как она сказала, мы хотим, чтобы пользователь это все дело печатал, добавлял свой контент. И в то же время он понимал, что ровно то же самое, те же самые стили, вот все абсолютно такое же будет на клиенте. Но там за редким исключением, что у клиента все-таки не будет там каких-то возможностей добавлять контент, форматировать контент, изменять контент. Так все будет выглядеть то же самое. Второе, это кастомизация под нашу дизайн-систему. Ну, сейчас у многих свои дизайн-системы. В частности, у нас было свое добавление файлов. Мы не могли его внедрить в нашу фрагу, но смогли в последующем внедрить в наш редактор. Он должен быть совместим с нашим фреймворком. Ну, для Angular тут как бы таких проблем не возникло. Я пишу в Angular, и у React тоже проблем быть не должно. Поддержка функциональности Notion. Ну, кто не знает, Notion такой прям редактор, очень похож на Word. Вы в нем печатаете, там у вас вся страница, это редактор. При выделении текста появляется сверху сразу менюшка, сбоку где-то там другая менюшка. Ну, короче, там много всякой интересной штуки. Мы хотели вот все, вот это, вот это, вот большинство вот этих функциональностей, которые есть в Notion, и притащить в наш редактор. Ну, и на IstoHead, это обратная совместимость или миграция данных. У нас данные хранились в сервизованном HTML, то есть из-за строка, состоящей из HTML, и хотелось бы, что ты взял HTML, запихнул его в редактор, или конвертнул как-то и запихнул в редактор, и у тебя все работает. Почему не взять и не написать с нуля свой редактор? Зачем нужна вообще, в принципе, библиотека? Ответ кроется, на самом деле, очень простой, потому что это очень сложно. Если взять те существующие библиотеки, которые есть, даже с учетом того, что там большие сообщества, что они там долго живут, развиваются, у них все равно дофигища багов, они не успевают их фиксить, бага появляются больше, чем они могут пофиксить, в общем, это сложно, поэтому это не рекомендуется, собственно, поэтому каждый берет эту новую библиотеку, вставляет себе на сайт, и фигачит. Задой вопрос, что не всегда это удобно. В частности, для Notion Live редакторов есть большой выбор библиотек, и если вы рядом разработчиков, большинство у вас редакторов рабочеки, у вас проблем вообще возникнут, не должно. Для Vue или Angular библиотек чуть поменьше, но они тоже есть. В частности, все вот эти библиотеки определяют одна общая черта. У них под капотом есть, не знаю, фор, есть такая штука, как просмирор, что это такое? Это API для создания редакторов, то есть это такая библиотека, которая содержит внутри себя кучу разных модулей, кучу разных функций, хелперов и прочего для создания подобных редакторов. Она дает полный контроль над документом и тем, что в нем происходит. Под документом я имею в виду не дом, документ, который на странице в HTML находится, а конкретно документ редакторов. Сам этот документ, это не HTML, а картовая структура данных, которую вы же не настраиваете. Все одновления и ленты проходят через единую точку, которую вы отслеживаете, и вы можете на них реагировать, как вам удобно. Собственно, структура данных от HTML отличается, тут можно посмотреть как. То есть, если у нас HTML – это такое дерево, по факту, вложенных элементов, то просмир предоставляет вам достаточно плоскую структуру данных, в которой находятся какие-то элементы и у которых есть своя метадата, которая определяет то, как выглядят эти элементы. То есть, например, если взять, вот здесь пример данных, у нас есть документ, у документа есть контент, контент у нас есть, заголовок уровня 1, он будет переделан в ваш 1 или 1, как правильно называть. Есть параграф, у которого текст с надписью World имеет марку Italic, то есть он будет написан как Italic, немножко с коржем. И вот такой формат данных, он на самом деле имеет свои преимущества в отношении обычных HTML домов элементов. То есть, в первую очередь, это производительность и простота обработки данных. То есть, если у вас дом дерева, вам там нужно постараться, чтобы найти какой-то там внутри него элемент, найти его позицию, что-то там с ним сделать. А когда у вас плоская структура данных, на самом деле это дает хорошую возможность оперировать информацию как какую-то позицию, да, которую вы высчитываете через offset от начала документа или от начала параграфа. Упрощенное управление состоянием. Ну, логично, что проще хранить JSON-овые данные, в отличие от HTML. Гибкость и расширяемость, вы можете добавлять свои типы элементов. Легкость отслеживания изменений, в том числе. Причем под капотом, насколько я знаю, у ProSmirror есть какая-то возможность включать такую, немножко смотреть на иммутабельность. Те элементы, которые не были изменены, они не будут перерисовываться. ProSmirror зависит от схемы документа. Это важная часть, это то, как мы определяем документ и уровень вложенности внутри него. Вот эта вот картиночка, она у нас из документации. Если мы тут посмотрим, у нас есть какая-то верхнеуровневая нода. У нее есть тип и у нее есть контент. Важно, что нода может включать в себя другие ноды. То есть это такая блочная структура с вложенными элементами. У нее есть атрибуты какие-то, вообще рандомные, могут быть абсолютно, вы можете туда впихнуть все, что угодно. И есть марки. Марки – это такая метода, вот как мы видели, что у них есть тайты, например, какой-нибудь и таллик, еще какой-нибудь ерунгейн, и тоже у него есть свои атрибуты. То есть часть текста, она будет помечена какой-то вот маркой. Важно понимать, что нода имеет вложенный контент, а внутри марки может находиться только текст. Создать схему мы можем вот таким вот образом. То есть из просмиры мы берем схему, вот, партнете, класс, и определяем, какие у нас ноды есть и какие у нас марки есть. Как это работает? На примере параграфа у нас есть параметр «content inline». Вот эта штука, она дает такое определение, что у нас параграф может иметь внутри себя неограниченное количество inline каких-то элементов внутри, и они все объединены в блок. Дальше у нас есть параметр «pardon». Этот параметр нужен для того, чтобы просмир поднимал вообще какой тип тегов у нас превращается в наш параграф. И у нас есть параграф, метод «tudo», он компилирует полученные данные внутри документа, который мы, скажем так, делаем. То есть на примере, например, марки, вот у нас есть тег «strong», мы определяем, что теги «strong» и теги «back» — это наши марки «strong», а внутри нашего документа они остаются только как «strong», без «tgb». Также важно, что при парсе дома мы можем вытягивать из тегов какие-то дополнительные тригунды. Тут это не обозначено, но это возможно делать, вытягивать их, а потом их использовать в другом месте. Какая вообще опрос мира, архитектура, как это вообще все дело работает. То есть у нас есть какой-то тот момент. Грубо говоря, вы в редакторе начинаете печатать текст. Каждое изменение текста вызывает какую-то транзакцию. В транзакции есть два параметра «prong» и «tul», соответственно. Каждая транзакция влечет до собой изменение стейта документа, который влечет до собой изменение бьюшки документа и соответствующую перерисовку документа. И делается это достаточно просто. Вот так вот в «prong» мы создаем новый документ. Мы берем стейт, который основан на схеме, которую мы создали, или которую мы подтянули, там, у них есть дополнительная схема. Из стейта мы делаем в «view», причем ставим его вот в примере в «document body», но это может быть вообще любой элемент. И все. И оно работает. Но у «prong» есть одна большая-большая проблема. Это парапрогода. Она достаточно сложная. Выглядит документация как просто список методов, классов, вот это вот все номер вождение. И когда тебе нужно что-то написать, тебе приходится там просто зарыться. Потому что иногда ты хочешь так, я хочу подвинуть вот эту ноду сюда, и как это делать. Афик вы знаете, как это делать, и вообще, как найти позицию, и как это лучше. Поэтому вместо «prong mirror» очень многие используют библиотеки, про которые мы говорили выше. И давайте вот на примере библиотеки «Tip-Tap» мы рассмотрим вообще, как делать редактор на коленке. Что такое вообще «Tip-Tap»? Ну, в первую очередь, это обертка на «prong mirror». У нее легкущий просто парок код, в отличие от «prong mirror». У нее множество доступных расширений. И еще больше расширений всяких ништяков по подписке. Я не уверена, конечно, что это плюс, но такая возможность есть. Если вы хотите отдать им деньги, отбывайте. Когда я говорю, что у них есть множество доступных расширений, что вообще я имею в виду? Вот примерно вот это же. То есть тот модуль, который сверху, это ангулярский модуль. Вы не пугайтесь. У React есть свой модуль «Tip-Tap» слэш «React». И там все то же самое практически. А вот все, что ниже, это все стандартная типтапская библиотека. Оно у всех примерно одинаково вообще выглядит. Вот так у нас создается редактор. То есть мы берем класс редактора стептапской библиотеки, запихиваем вот эти вот все расширения в массивчик. И вот GetExtension – это массивчик вот этих вот расширений. Дальше у нас есть параметры такие, как Edit, AutoFocus, Injects. Там их на самом деле очень-очень много. Я уже не стала все выписывать. Они дают возможность настроить редактор при инициализации, как он будет длинным. Далее есть возможность передать туда контент. Контент может быть как в виде HTML, так и в виде вот той формата данных в JSON, которую мы ранее показали. И у него есть некоторые методы. Вот, например, метод «Update» дает возможность взять данные, вы начинаете печатать, у вас идет изменение контента. И вот все вот это изменение, оно предъявится здесь. Вы можете взять из него JSON и, собственно, куда-нибудь его сохранить. Помимо вот этих вот методов и параметров, у него на самом деле много всего есть. Можно добавлять в редактор отдельный футкей, можно добавлять ему отдельные команды и кучу-кучу всего. Для React, для React, для React, для React, для JS создание редактора видит одинаково. По поводу команд. У редактора есть команда. То есть, в другом времени мы создали команду, это не совсем корректно. This editor, это просто видит. Можно делать цепочку каких-нибудь команд. Например, берем цепочку, выделяем что-то там в focus, убираем какой-то код, запускаем, а дальше у нас есть команда seedling, это команда отдельного расширения extension для ссылки. Можно создавать тоже свои моды, и как бы пользуемся, и все. Далее, из модуля ангулярского, мы берем компонент, который там есть. Все вот эти три компонента, они идут прямо в модуле, просто задаем туда наш editor, запихиваем, и где у нас стоит комментарий, bubble menu, floating menu, bubble menu, это менюшка, которая всплывает над текстом, когда ты его выделяешь, а floating menu, это боковая душка, если вы видели, то множество. Это когда начинаешь новую строку печатать, у него есть плюсик, и пока ты не начал печатать, ты можешь выбрать, вставить какой-нибудь из фишек туда текст, я не знаю, еще какой-нибудь блок, картиночку. Эти менюшки ты прописываешь сам, то есть каждую кнопочку, каждой кнопочке цепляешь какую-нибудь вот такую команду, то есть там можно взять вместо unset code какой-нибудь toggle italic, toggle bold, и оно будет работать. Будет это дело выглядеть примерно вот так. Уже не знаю, покажет, не покажет, там в самом начале был вот этот вот плюсик, который там фиговый плюсик, это как раз-таки floating menu, и вот эта вот черная фиговина, это полно-мню, и оно, в принципе, вот уже работает из коробки. Я презентацию потом выложу, я думаю, можно будет откуда. Также можно делать в тип-тапе кастомные расширения. То есть вот на примере плейсхол, вообще вот каждый из экстеншн, которые предоставляют тип-тап, его можно настраивать. По большей части там можно задавать какой-то хастомный класс, например, у вас есть расширение с кодом, вы можете коду создать свой HTML-класс, какой-то еще параметр, да, параметр, и на это уже навешивать, например, стиль, то есть кастомизировать его под себя. Но для части расширения есть возможность вообще использовать какие-то другие опшены, и вот эта вот проблема документации, что, возможно, вам придется искать, что именно и как вы можете конфигурировать в гитхабе, а не документацию. В частности, у плейсхол есть возможность для конкретной ноды пустой добавить класс, для всего эдитора пустого добавишь класс. Можно ввести разный текст для разных тип нод или вообще его не угодить. Как бы удобненько. Есть еще одна возможность, это задавать абсолютно кастомные ноды. Ну, не только ноды, особенно кастомные элементы, в данном случае нода, но это может быть и марка, и вообще все, что угодно. Если вы посмотрите вообще на пример, он очень похож на схемы документа, которую мы обсуждали ранее, и, в принципе, это она и есть. То есть мы задаем какое-то имя, потом есть какие-то вот параметры, драма была, эдит, было, все такое. Опять-таки, контент определяет, какой у нас контент будет внутри этой ноды. Мы ее группируем, например, в блог. Немаловажно, есть у нас атрибуты, тут они не прописаны, но их можно добавлять. И в последующем, опять-таки, при парсинге их брать из тега, и в рендер вставлять. Ну, как бы, ты создаешь атрибут, ты добавляешь в атрибут что-то из парсинга, и примешь атрибут, она у тебя добавится. Ну, как видно, в парсе, что мы его парсинг, обычный имидж, HTML-овский, а также тег, и дитер имидж, который соответствует нашему Angular-компоненту. Но, чем не говоря, не пугайтесь, тут есть Angular-Node-View-Renderer, у React-а это React-Node-View-Renderer, без инжектора, потому что инжектор — это пешечка ангуляра. И на самом деле, вот это вот создание нового компонента, оно не относится к тип-табу, это часть просмирра, и вот это вот нод-вью — это определенный интерфейс, который дает возможность просмир раздавать для нод конкретные шаблоны. То есть, если вы пишете это на обычном JS, вы будете писать create элемент, вставить туда там то-то, все-то, и у вас получится просто на HTML-элемент на выходе, который вы приходите куда-то вставлять и на страницу. По факту, у нас это просто обертка на нашем трейборке, и ничего такого страшного нет, для React-а свое, для Angular-а свое, а выглядит вот это не все практически одинаково. Вот такие параметры у нас есть у нод-вью. Мы можем удалять ноду, обновлять атрибуты, иметь слуф на эдитар, на ноду и все такое, и внутри компонента, вот почему я это поставила, чтобы смотреть, как это выглядит внутри компонента. На примере агулярский компонент мы наследуемся от нод-вью компонент, который является оберткой над просмировским классом нод-вью. Ничего такого страшного нет, важно, что мы имеем доступ к атрибутам ноды, нод-адс-адрис-пайкл, мы можем обновлять атрибуты, то есть, this-update-атрибут, и мы обновляем какой-то пайкл. У React-а это будет практически то же самое, и вместо this-нод будет пробус-нод. И вы сможете с этим работать, и со всем этим. Update-атрибут обновляет атрибуты внутри контента и обновляет вашу вьюшку редактора. Потому что компонент, он внутри себя инкарсулирован, и если вы не обновите атрибуты, нода не поймет, что вы обновили в ней атрибуты. Соответственно, удалить ноду можно легко и просто, она удалится и из контента, и из редактора, и вообще отовсюду. Просто так, изнутри сама себя строит, скажем так. Плагины. Есть возможность писать плагины. Это, кстати, большой плюс, потому что ну, потому что плагины, они они зависят только от просмирра, а просмирра дает нам кучу возможностей. Соответственно, это и большой плюс, и большой минус, потому что, чтобы не писать плагины, надо прямо постараться. Плагины создаются в момент инициализации стейла. Причем, если вы добавляете плагины, вот у вас загрузился редактор, инициализировался стейт, и все плагины разом, короче, добавились, и если у вас их очень много, и все они работают с какими-нибудь агентами, ну, я надеюсь, вы понимаете, к чему я веду, может быть просадка по производительности. Они могут содержать внутри себя свой собственный стейт, причем он имутабельный, так же, как и обычный стейт документ. Они могут использовать метадату транзакции, то есть там есть такая возможность у каждой транзакции, которую вы берете из editor-там стейт, там у нее есть своя транзакция, можете посмотреть, откуда взялся стейт, куда там взялся стейт, и какая метадата у него есть, и можно добавлять, то есть там есть get transaction, set meta, set meta, вот что-то такое. У меня не получилось, честно говоря, с ним нормально работать, но кто-то использует. И они могут влиять как на способ применения транзакции, так и на поведение редактора. К чему я это? Вот здесь у нас пример DragonDrop плагина. Если посмотрим, у этого плагина есть ключ, который соответствует каждому самому плагину, потому что можно отрубать плагины как тебе удобно по этому ключу. не в момент мердестроя всего редактора, а вот в процессе, если понадобилось, просто его отрубить. И конкретно у этого плагина есть вьюшка. Эта вьюшка влияет на вьюшку документа, берет оттуда данные и как-то что-то с ними делает и добавляет туда данные. Но есть возможность влиять на стейт документа, то есть конкретно здесь у нас новый плагин, у него есть стейт, у стейта есть у нита плагин и все такое. И фишка в том, что на вьюшка он не влияет, но он влияет только на стейт и соответственно что-то вот тут, например, считает, трекает какие-то там действия, вот собственно там если посмотреть там весь гет метод и все такое. То есть мы можем как влиять на применение транзакций, какие-то данные сохранять, куда-то их прокидывать, собственно так и визуально менять что-то на странице документа. Получится у нас примерно вот такая вот штука. Не смотрите, что ниже нет кота, у кота своя загрузка данных у клиента, поэтому как вышло, так вышло. В путь этапа есть ряд проблем. Но я думаю, что все уже поняли, что первая проблема это ограниченная документация, потому что по большей части вам придется лазить по плагинам и смотреть, как они сделаны, чтобы понять, как это работает. Всем еще нужен просмир для кастанных плагинов, и честно сказать, чтобы все это нормально работало, просмир прям мастхэп. Мне кажется, что это можно было даже без типтапа, но честно сказать, без типтапа было бы сложно. Производительность на большом объеме данных, у типтапа проблема загрузки документов. То есть, если просмирр дает возможность работать со структурой данных, применяя туда свои какие-то алгоритмы, то когда вы используете просмирр, он просто берет весь вот этот JSON или HTML или что у вас есть, впихает его в документ, сразу его отрисовывает и все. То есть, он имеет доступ вообще к всему документу и большая просадка может быть при большом объеме данных, особенно если у вас очень много плагинов, которые влияют на какие-либо эти ивенты или вот этот счет. Поэтому надо за этим обязательно следовать. Есть баги в некоторых дефолтных плагинах. С этим, к сожалению, ничего не сделайте, они, наверное, есть в каждой беде. И по поводу платных функций для кого-то это может быть прям большой минус, потому что все математические формулы вынесены в платные функции. Коллаборация это когда вы вместе с кем-то редактируете эти документы тоже вынесены в плавные функции. Но я, например, не вижу проблемы сделать свою собственную оберку для этого всего, что вам нужно. В заключение хочу сказать, что для меня было очень интересно работать с тип-тампом и вообще получить такую задачу, сделан нам редактор. Мне всегда казалось, что это что-то сложное, прям такое невозможное. Как вы видите, глаза боятся, а руки делают. Надеюсь, у вас получился хороший редактор. Я даже немножечко горжусь. Я очень много времени любила бронидров. И он наконец-то заработал, как я хотела. Поэтому мой посыл в том, что если вам что-то страшное, потыкайте. Может быть, оно и не такое уж и страшное на самом деле. Ну, нет? Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ